Так, Жень, привет-привет. Спасибо тебе большое, что уделил время для записи вот этого вот видеоотзыва. Он будет полезен тем ребятам, кто хочет, ну, думает зайти, так скажем, на обучение. Поэтому давай пробежимся базово по вопросам. То есть я сейчас буду тебе задавать, а ты на них отвечать. Короче, можешь, пожалуйста, рассказать, как тебя зовут, сколько лет, год проживания? Пока этих вопросов нет. Евгений, Нижний Новгород, скоро уже сорок лет. Занимаюсь в сфере фитнеса, самозанятый. Арендую зал, провожу тренировки. Есть несколько часов свободного времени, поэтому решил заняться перепродажей ноутбуков, поскольку эта тема всегда интересна. А вообще, в целом, почему тебя так, ну, в эту сферу поклонило? Ты типа, тебе нравятся компы-ноутбуки, ты раньше, может быть, этим занимался уже. Ну, то есть расскажи, откуда у тебя это желание, вот, топы, компы, ноутбуки, перепродажи? Десять лет назад я где-то работал продавцом, продавал ноутбуки, компы там собирал, обслуживал, реализировал. Решил вспомнить былое. Все равно интересуешься этой темой, кому ты что-то помогаешь, делаешь. Почему бы денег на этом еще не заработать? Супер. Расскажи, пожалуйста, как давно у меня обучался, на какой поток заходил? Так, поток номер 17, это был июль-август летом. Супер. 17 поток, то есть июль-август. Хорошо. А как давно вообще подписан на меня? И, ну, то есть где именно, в Инстаграме, в Ютубе, в ТикТоке, может быть, или в Телеграме? Откуда ты меня по мне узнал? Где ты меня нашел? В Телеграме твоя реклама была. Я несколько раз натыкался, смотрел отзывы тоже, смотрел комментарии. И решил зайти на обучение. Потому что я знаю эту тему, просто не знал, как правильно все это реализовать, чтобы заработать. Супер. Расскажи, пожалуйста, свою точку А до захода на обучение. То есть сколько ты именно зарабатывал на этом фитнесе? Как у тебя вообще? Короче, твоя точка А, скажи, пожалуйста. Там можно разделить сезон на сезон. То есть летние месяцы там это не сезон, людей мало. То есть там в лучшем случае ты где-то 150 можешь заработать. В сезон больше 200. Супер. Тогда давай про точку Б. Сейчас у тебя сколько вообще, допустим, давай так. Занимаешься ли ты ремонтом или занимаешься ты чисто перепродажами или всем вместе? Как у тебя это происходит? В основном перепродажами. В основном перепродажами. Просто если люди, которые покупают, просят свой старый ноутбук обслужить или прочее, я это им заодно делаю. А именно целенаправленно я перепродажами покупаю. Перепродажи ноутбуков, да? Окей. Хорошо. Сколько чистыми? Ну давай, за все время обучения ты заработал сколько чистыми? Можешь рассказать? Да, я считал. Я продал 15 ноутбуков и где-то 90-100 я заработал чистыми. Супер. По поводу вот этих 15 ноутбуков. Давай так. Это больше по времени на начало нашего обучения или наконец, когда ты уже освоился и начал больше просто выкупать спокойнее и больше продавать? Ну короче, в первый месяц ты больше заработал или во второй? Как у тебя это было? Ближе. Ну к концу августа, начало сентября. То есть вот там уже в разы побольше было. В начале там было значительно меньше продажа. Ну потому что пока освоишься, пока поймешь эту стратегию, да? То есть как это у тебя было? Хорошо. Да, там будет, пока набьешь опыт какой-то. Все равно надо. Что вообще послужило триггером для покупки? То есть что у тебя в голове было, типа вот беру, не беру? То есть почему ты принял это окончательное решение зайти вообще на обучение? Я просто хотел научиться зарабатывать на перепродаже там или компьютеров, или ноутбуков. Мне больше понравились ноутбуки. Вот. Сомнений у меня особо не было. То есть я там особо долго не сомневался. Я позвонил и сразу обговорил там все нюансы с тобой и все. Ну да, мы созвонились по видеосвязи и полностью все, какие вопросы были у меня и у тебя, мы все полностью обсудили. Окей. Тогда следующий вопрос. Оправдались ли у тебя ожидания? Доволен ли результатом? То есть результат, я считаю, там вот эти вот 50 тысяч рублей, если даже условно, да? То есть я понимаю, что во втором месяце у тебя пришло больше, но даже если мы поделим на два месяца этого обучения, то там по 50 тысяч рублей у тебя условно получалось. В целом, доволен ли результатом и оправдались ли у тебя ожидания? Ну конечно, это же получается хобби, которое приносит тебе доход. Пускай даже вот пока 50, и ты знаешь, как увеличить. Потому что если бы я основным это сделал делом, да, то я бы скорее всего столько же, как и на фитнесе зарабатывал без проблем, я думаю. Я же всего-то там часа три уделяю вот в течение дня. Да, ты уже ответил на мой следующий вопрос. Мне просто, да, интересно было. Вот сколько по времени? Давай так. Каждый ли это день или нет? Первый вопрос. И сколько по времени у тебя уделяется в день? Ну ты уже сказал, там до трех часов, да? Ты больше, в принципе, на это не уделяешь времени. А каждый ли это день происходит? Или есть там выходные у тебя в том плане, что ты вообще не лезешь в компы и ноутбуки? Ну то есть, как у тебя это происходит? Ну, в выходные, скорее всего, там я продаю их. Там вот у меня, ну лично у меня так совпадает то, что там вот конец пятницы, суббота, воскресенье. Чаще всего хотят посмотреть, подъехать, проверить там. Вот. В эти дни я ноутбуками именно там мелким ремонтом, там чисткой, установкой Windows я не занимаюсь. То есть, в основном на неделе. Супер. Еще скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что сейчас вот получается там месяц, условно, да, 50 возьмем, хотя я понимаю, что сейчас уже ты больше зарабатываешь месяц, потому что, ну, ты постоянно растешь и понимаешь, какие ноутбуки надо покупать, какие нет. И за счет этого уже больше будешь покупать. Вот сейчас вот обучение закончилось. Ответь мне на вопрос. Есть ли у тебя понимание, как, условно, тебе на этой нише зарабатывать там 100-150 тысяч рублей? Ну, то есть, дальше, как в этой нише развиваться? И можно ли здесь спокойно в этой нише зарабатывать там 100-150 тысяч рублей? И в целом, есть ли у тебя понимание? Скажи, пожалуйста. Ну, да, план действий у меня в голове есть, как увеличить, если я захочу. Как увеличить доход, там, x2, x3, это все понятно мне. Супер, отлично. Просто я это рассматриваю как хобби дополнение. Да, я понимаю, да. Ну, то есть, ты, в принципе, да, просто тебе нравится. На пол это вжарить, конечно, можно хорошо прибавить. Хорошо, я понял. Ладно, следующий вопрос. Как в целом проходила наша работа? То есть, устраивала ли тебя вот эта вот обратная связь? Как она, как вот, в принципе, построены модули? И в целом, как вот мы коммуницировали? Ну, мне понравилось то, что ты практически сразу понимаешь и начинаешь зарабатывать на обучении. То есть, там, нету какой-то длительной вводной части. Вот это мне понравилось, то, что деньги практически сразу у тебя появляются с обучения. А еще какой вопрос? Ну, смотри, получается, какие именно вопросы у тебя были, они тут просто бывают разных категорий. Можешь тоже про это подробно рассказать? То есть, как вот, ну, то есть, у тебя, когда возникает вопрос, как быстро он решается по времени? И как мы в целом разделили обязанности на этом обучении, чтобы вам было максимально комфортно? Ну, то есть, вопросы у меня были, как правильно выкладывать ноутбуки, как все это оформить. И вопросы были по технической части, по железу непосредственно. И на обучение это разделено. То есть, скажем так, маркетинг – это вот ты занимаешься, а поддержка железа – это твой мастер Евгений. Он тоже быстро отвечает и консультирует как текстом, так и, соответственно, голосом все комментарии. Вот давай так. Хорошо. Вот прям конкретно. Вот ты задаешь вопрос Женьке, допустим. Я не знаю. Вот у меня проблема, я не знаю, проблема с Wi-Fi или там проблема с видеокартой. Это что угодно. Сейчас любой вопрос берем. Сколько по времени, как правило, вот среднестатистически тебе приходит ответ? Сколько времени должно быть? Если я задаю его днем, то он приходит практически сразу, потому что я иногда там поздно ночью делаю. Там, соответственно, дольше отвечает он. Вот. А так все практически сразу. И что я еще хочу сказать? Не надо долго думать, самому искать. Все уже как бы известно. Проще спросить в чате и не тратить. Да. Самое вот то, что меня больше всего напрягало, когда я, допустим, обучался, это то, что в целом, когда ты вот один и тебе нужна какая-то новая информация, ты такой, так, я пойду на YouTube, пожалуй, и тебе непонятно. Ну, то есть ты, во-первых, тратишь огромное количество времени и ресурсов, чтобы найти что-то, а во-вторых, ты не понимаешь, а что это за чел? У него вообще правильно или нет? И ты можешь пойти, во-первых, вот это по длинному пути, когда сам ищешь, во-вторых, по неправильному пути. То есть ты очень много ресурсов и времени можешь убить, не понимая, что, а почему не работает, да просто тут все сложилось. Потому что ты много времени тратишь и еще и, ну, как бы на свой ответ неправильный, на свой вопрос неправильный ответ получил. Это прям же здесь, прям, да, мы стараемся, так как у нас уже, уже 18 сейчас поток, да, идет, мы стараемся максимально сделать так, чтобы вот у нас прям есть на все вопросы, то есть 18 потоков, и мы уже все знаем, что люди могут спросить. И у нас есть, в принципе, на все ваши вопросы ответы, просто готовые ответы даем, и у вас сразу идет рост понимания, куда идти, что делать и так далее. То есть здесь прям, ну, в этом плане сложно обмануться и сделать что-то не так. Поэтому, ну, в этом кайф. Окей, да, вот ты там, кстати, затрагивал момент по поводу быстрых денег. Ну, типа, оп, и деньги пришли. Расскажи, пожалуйста, вот давай так, ты залетел на обучение, после этого, как у нас вообще происходила работа, то есть, что я тебе дал, там, и через какое время, после того, как я тебе дал эту информацию, ты получил первые деньги. Давай так, сколько ты заработал, если ты помнишь, сколько ты заработал первых денег, и как быстро ты их получил? Расскажи, пожалуйста. Практически, я уже сейчас не помню, но там практически в самом начале уже обучения, там, по-моему, первая неделя, там есть задание купить первый ноутбук и продать его. Вот, я купил ноутбук в своем городе по выгодной цене, ну, ниже рынка прям сильно. За сколько? Есть инфа, за сколько ты его купил, за сколько продал? 4 тысячи я его купил, по рынку его выставляли там где-то от 10 до 15, я выставил его за 15 с чем-то, потому что там прям идеальное было состояние, его купили с доставкой, и там где-то в районе 14 тысяч он продался, ну, соответственно, где-то вот около десятки был заход. А по времени, вот с того момента, когда ты залетел на обучение, ты посмотрел, там два ролика первый шло, то есть первый ролик, второй, то есть это два дня ты убил на это. Через сколько, вот после этих двух дней, ты купил себе вот этот ноутбук, и через сколько ты его продал? Есть ли конкретные, вот, ну, временные такие марки у тебя? Ноутбук я купил где-то через 2-3 дня, вот как нужно было выполнить это задание, и в течение где-то, ну, максимум недели, мы, по-моему, дней 5 его купили с доставкой. Все, понял. То есть, в принципе, там в течение условной недели ты заработал первые деньги уже свои? Да, да, да. Огонь. Да, последний вопрос, не хочу просто много времени уже отнимать. Расскажи, пожалуйста, что скажешь тем ребятам, кто вот хочет зайти на обучение, но думает, кому вот прям точно суда надо, а кому вот точно не надо. Давай так вот, найдем людей, кому не надо суда, кому не надо, как ты думаешь просто? Я сначала скажу, кому надо. Ну, давай. Нужно людям, у которых хотя бы есть там 3-4 часа свободного времени в течение дня, кто хочет, соответственно, увеличить свой доход, кого не устраивает свой доход, который сейчас. И самое главное, наверное, кому эта тема близка, интересна, копаться в железках, что искать, настраивать. Окей. Кому, как ты думаешь, не надо заходить? Ну вот, давай так. У меня просто есть люди, реально, я сейчас каждому это стараюсь разъяснить, что, точнее, не люди, есть, не у меня, точнее, а вообще есть люди, которые думают, что зайдя на обучение, типа, это такая кнопка бабло, где вот просто нажимаешь, и у тебя там 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей прилетает. Вот то ли это обучение, где нужно просто вот зайти, один раз заплатить денег и больше ни хера ничего не делать, чтобы оно само как-то работало, и ты получал бабки. Я думаю, таких нет обучения, везде надо что-то делать. Для мечтателей это не подойдет. Вот, да, я как раз, да, хотел вот от тебя, в том плане, чтобы ты, ну вот, как человек, который уже прошел это обучение, чтобы ты рассказал, ну, то есть, да, что это не подойдет для тех людей, кто просто хочет, вот, я не знаю, деньги из воздуха какие-то получать, просто потому, что он там смотрит мои видео, условно. То есть, зашел на обучение, смотрит видео, все, деньги есть. Ну, это идиотизм, реально, такого не бывает. Ну, это, конечно, в любом обучении нужно что-то делать. Когда ты уже навык какой-то получил, опыт, это будет легче. Вначале, может быть, там потяжелее, но это везде так. Ну, да. О чем тут говорить? Да. Все, в принципе, Жень, спасибо тебе большое. Я очень благодарен тебе, что уделил время, и мы записали такой шикарный видеоотзыв. Я думаю, ребятам будет очень полезно. Вот. Все, спасибо тебе большое. Давай, пока. Все, давай, счастливо. Если ты, так же, как и Женя, хочешь начать зарабатывать на перепродаже ноутбуков, либо компьютеров, при этом тратив день по 2-3 часа, да и то не каждый день, и зарабатывать от 100 тысяч рублей, то поздравляю тебя. Совсем скоро статует мой очередной поток обучения по заработку на ремонте и перепродаже компьютеров и ноутбуков. Что для этого нужно сделать? Правильно. Спуститься в описание под этим видео и заполнить анкету. Я лично свяжусь с тобой. Погнали. Продолжение следует...